Друзья, посмотрите вот на эту макевару камертон. Давайте поближе подойдем. Вот она. Этой макеваре лет страшно сказать, сколько вообще. Ну, не кривя душой, могу сказать, что этой макеваре где-то в районе 15 лет, может быть, даже больше, чем 15. Сначала эта макевара была сделана как прототип. Это одна из самых первых макевар вообще. Наверное, может быть, даже самая первая. Да, на самом деле, это первая макевара, которая была выполнена серийно. Первая макевара камертон, которая вышла в серию. Конечно, она сначала не была такого цвета. Первоначально макевары делались дубовые. Они сейчас делаются только из дуба, специально склеенного, специально проклеенного. Специальный наборный боек. Но цвет был чисто бубовый. Он и сейчас такой есть. Я сейчас объясню, почему эта макевара такая. Такого древесного, насыщенного дубового сверхцвета макевара. Эта макевара находилась сначала в школе, в спортивном зале, в котором каждый ученик считал своим долгом ударить ее в обуви, пнуть. Часто школьники ходят в школу бессменные обуви, поэтому уж долбили ее по полной программе, как только можно. И длилось это на протяжении лет, наверное, пяти или даже шести. А сколько мы на ней занимались, это просто вообще немыслимо. Долбили мужики со всей силы, сколько есть. Потом эту макевару я увез вот сюда. И с тех пор она стоит здесь, на улице. Вот как я ее и сделал сто лет назад, что называется, в землю, там сзади металлический столб. Я потом все более подробно покажу. Она так и стоит здесь. И постоянно я занимаюсь на ней. Она вообще не снимается никогда. Единственное, только то, чем она прикреплена, периодически меняется. Потом расскажу, кстати, как можно макевару на улице закрепить. Она стояла и под снегом, и под дождем. Все время. Никогда ее ни во что не заворачивал, не упаковывал. Зимой только дорожку прощищал, и все. И вот она сохранила свою работоспособность в полной степени. Только полтора-два года назад я ее прокрасил опинатексом. Она, конечно, потеряла свой цвет. То есть она стала темная. То есть она утратила дубовый свой санцвет. На ней появились темные потеки. Ничего страшного, конечно. На работоспособности это не влияло никак. Кто смотрит мои видео, они видели эту макевару в самых разусственных цветовых тонах. Пинотексом показалось для того, чтобы цвет был более равномерный, чтобы защитить ее от дальнейших изменений при погодных условиях. Она стоит уже прокрашенная, ничего с ней не делается. Вот. Поэтому это супер антивандальная макевара. Такая же макевара стоит во дворе дома Сергея Бадюка, тоже с ней ничего не делается. Там кто ее только не пинал. Там, где люди приходили на практике на субботние, которые проходят мимо, которые даже ночью приходили, пытались ее специально поломать. Ничего не получилось. То есть ничего сделать там не могут антивандально. Можешь находиться на улице практически без обработки. Те макевары, которые выпускаются сейчас, они пропитаны мастикой специально. Сохраняют они свой хороший древесно-дубовый насыщенный цвет. Насыщенный цвет. И не нуждаются никакой покраски. Они от погоды уже защищены. Но учитывая то, что макевару камертон, как правило, все-таки ставят стационарно в спортивных залах, то, собственно говоря, это мастика только для фанатов. Ну и для того, чтобы, действительно, если работаешь с резиновой подошвой, когда возникают какие-то полосы от резиновой подошвы, что можно было вытереть просто тряпкой. Вот. Так что ничего не сделают с макеварой. Ну и, конечно, мастика придает еще дополнительный такой красивый, насыщенный темный цвет. Немножко потемнее, чем у натурального дуба. Кто, кстати, приобретал одни из самых первых макевар камертон, это было 12-15 лет назад, помнит, что первые макевары тоже были некоторые из темного цвета. То есть сначала они были дубовые, а потом была серия вот такого цвета почти макевар. Они были проморенные, но их было буквально 10-15 штук, поэтому если у кого они есть, это просто раритет, просто капитальный, учитывая то, что их уже выпущено было с тех пор несколько тысяч. Таким вот образом. Значит, как я сказал уже, макевару камертон, как правило, все-таки крепят в спортивных залах и дома. То есть она крепится стационарно, присверливают ее к стене, и самозанимаются. Но, но, очень важный момент. В последнее время, буквально совсем недавно, мы выпустили специальную платформу для макевары камертон, которая позволяет крепить макевару на платформу очень быстро специальным типом креплений. Об этом я расскажу потом отдельно совершенно. Можно либо креплениями закрепить, либо ремнями. Почему я об этом заговорил? Потому что есть люди, на самом деле, которые макевару камертон из дома таскают заниматься на улицу, потому что любят заниматься летом на улице и хотят перевезти ее на дачу. И вот от стены, если ее откреплять, то это вообще проблема. В стене остаются дыры и все такое прочее. А платформа позволяет макевару снять, и сама платформа останется на стене, она симпатична и вида не портит. А макевару перевезти. А на улице макевару можно закрепить, как макевару НБШ, к любому столбу и к любому дереву. В данном случае макевара закреплена как раз на металлическом столбе, вкопанном в землю. Кстати сказать, если столб или дерево у вас постоянно, стационарно, в земле торчат, где-нибудь на даче или во дворе, думаю, вы к ним можете закрепить, кстати, ту же самую платформу на стену. И макевару крепить тогда можно будет очень быстро, даже не ремнями, а специальными креплениями. Либо ремнями, но к этому креплению. И потом снимать и нести домой. И без проблем. Ну, это если вы действительно просто фанатеете по камертону и хотите его иметь и дома, и на улице. Причем один и тот же. Чтобы не менять ни настройки, ничего. Ну, а по поводу того, как закрепить макевару камертон на улице, на столбе или на дереве, во дворе дома, это все очень просто. Крепится она теми же ремнями с храповыми, с затяжками, с ретчетами, как и макевара. Значит, МБШ, только этих ретчетов нужно не два. Ну, и двух-то хватит. Но лучше, если будет их три или четыре. Вот таким вот образом. У меня же, она, например, закреплена на болтах. То есть, один молд, на самом деле, вверху. А внизу примотано специальным долговечным скотчем, толстым, виниловым. Не полипропиленовым, не полиэтиленовым, а именно виниловым. Который вот уже лет, года четыре стоит. И ни солнца не помлияло на него, ни морозы зимы. Что меня, кстати, очень даже сильно поражает. Но, когда он действительно оборвется, перетрется, я буду крепить макевару, наверное, все-таки ретчатыми ремнями. Хотя она у меня постоянно здесь, у меня смысла нет. И брать, наверное, ретчат, это просто будет гораздо быстрее. Потому что мне не нужно ее снимать и ставить. У меня в спортивном зале стоит другая макевара в моем доме, который прямо сзади камеры. А эта макевара всегда работает только на улице. Поэтому, смотрите, проходят годы с макеварой, ничего не делается. Все ее эластичные качества абсолютно сохранились. То есть она ничего не потеряла в своих свойствах от стольких лет, в практике и стояния под солнцем, дождем, и зимой, и летом, и при любых погодных условиях. Сейчас я покажу немножко поближе. Конечно, с ней произошли кое-какие изменения. Но, я говорю, они вообще никак не повлияли. Поэтому эта штука вечная. А если вы будете эксплуатировать ее дома и будете там убирать ее, чтобы она не намокала под дождем, или даже если она намокала под дождем, но не находилась постоянно там весной и осенью, весна и осень больше всего это портит макевару, когда вода замерзает, оттаивает, замерзает, оттаивает в микропорах, вот она портит ее тогда, то макевара будет и вечно, даже вид сохранит свой, вечно, прямо экстра класс. А теперь посмотрим макевару подлиннее. Так, ну вот теперь давайте поближе. Вот смотрите, что на байке произошло. На байке появились трещины. Трещины появились только в самой верхней части. Ну, правильно, сюда вот как раз и попадала вода, она замерзала, потом оттаивала, этот лед потихонечку расклинил в задней части. Вот здесь тоже в основании появилась такая щель. Но, понимаете, она идет не на всю глубину. Вот сверху даже ее, в принципе, можно сказать, вообще нет никакой, да? Вот, вот как она закреплена. То есть стянута. Здесь болт, здесь болт. И внизу примотана вот таким оранжевым скотчем. Ну, да, скажем так, эстетики особой нет. Может, я переделаю со временем, но пока нужды в этом не было. А с того ракурса, с которого я обычно веду съемки, этого не видно. Вот, резина сама. Резину не менял. Вот она как была на протяжении, и сколько лет она стоит, столько этой резины лет и есть. Единственное, что она постоянно, скажем так, отклеивается, потому что тоже попадает туда дождь, замерзает, оттаивает. Ну, ее подклеить очень быстро. То есть, снимаете полностью, промазываете заново клеем, струбциной доски притягиваете с обеих сторон, оставляете на день, и потом вам хватает этого, чтобы заниматься год. Я подклеивал практически каждый год один раз приходится подклеивать. Вот таким вот образом столб копан в землю, даже не забетонирован, просто забит деревянными клиньями, которые я периодически дополнительно подбиваю, эти клинья, чтобы покрепче было. Я расскажу, почему не бетонирую, но это будет отдельная тема совершенно. И на этой макеваре я постоянно работаю. Я, кстати, продемонстрирую сейчас дальше в видеоролике, как она работает, и что с ней, как говорится, все нормально. А то, что это одна из самых первых макеваров, это говорит то, что у нее нет по задней поверхности технологических отверстий, которые мы стали делать потом, для того, чтобы можно было крепить макевару к стене через любые отверстия, которые больше понравятся. Их сейчас, по-моему, то ли 6, то ли 7 по задней стенке макевара. Здесь же было сделано специально только вот одно здесь отверстие и второе внизу, вот здесь вот, через которое тоже крепилась макевара на шпильке, на стену. Так что вот макевара работает, вид почти не потеряла, а функциональность не пострадала вообще. Где же появились вот такие щели, это незначительно, они только локально краевые. То есть дальше их нигде на бойке нет. То есть только в верхней части. И все. Если они где-то появляются. А учитывая то, что все элементы наборные, то общая рессорная функция макевары не страдает в принципе. Поэтому с вашей макеварой, которой вы привлели, ничего не случится. Ничего. Свойства она не потеряет и прослужит вам вечно. Вы привлели классный, высококолассный, экстраколассный смеснаряд, который многие мировые эксперты и мастера экстракласса считают лучшей в мире макеварой. Удачи, друзья! Макеварная функция макеварная функция макеварная функция. Удачи, друзья! Девушки отдыхают